Есть такие женщины и мужчины? Уважение? Вот, пожалуйста, вот там вот женщина подняла, да, ей микрофончик. Ну, вставайте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень приятно познакомиться. Первый раз с вас на лекциях. Мне тоже очень приятно, что вы пришли ко мне на лекцию. Я хочу поделиться... Я даже удивлен, как-то такой хороший человек и пришел ко мне на лекцию. Как вас зовут? Меня зовут Юля. Ну, Юля, скажите, пожалуйста, как вот вы чувствуете, что такое у вас там внутри? Я... Первый опыт, ну, как бы семейного счастья у меня не удался. Очень молодая была. Очень. И там родители решали. А второй раз уже через... спустя четыре с половиной года встретилась с мужчиной. Второй... Первый год нашего знакомства мы уже встречали женатыми. То есть мы поженились, я забеременела, родила ему дочку. Да. У нас все хорошо. Я не работаю, ну, как бы работаю, но я сейчас в декрете и вообще я только учусь... Вы сейчас рассказываете о том, что вам Бог подарил. Да. А мне надо, чтобы вы рассказали, что вы делаете для того, чтобы его уважать и что он делает для того, чтобы вас уважать. Просто я считаю, что мне очень повезло, то, что он так встретился. Так. И я об этом каждый день вспоминаю, благодарю. Супер, супер, супер. И когда он мне что-то рассказывает или делится со мной, я смотрю на него, и у меня такое вот ощущение такое... Блин, как мне повезло. У него есть, конечно, недостатки, как и у всех людей. А вы видите его недостатки? Ну, я стараюсь их не замечать, а... Супер! Молодец! Но вот это самое главное, что вы их стараетесь не замечать. Это же супер! Когда вот это вот не замечаю, а замечаю его достоинства и говорю, блин, какой он у меня молодец, все еще лучше становится. Правильно, молодец, супер, супер. А он как к вам относится? Как он себя ведет? Очень уважительно. Вот вы говорили об уважении, что надо... Вот так вот к женщине относиться. Да, вот оберегайся. И он так относится. Да, вот с первых дней нашего знакомства он всегда вот как-то вот с уважением что-то недорассказывал. Вот видно было, что он оберегал вот от каких-то плохих новостей или там плохого настроения, ну или о проблемах каких-то. Даже вот сейчас что-то... Возникает сразу какое чувство у многих людей? Просто это видно, видно, как он уважает. Возникает чувство... Ну, тебе просто повезло. Поднимите руку, кто так считает. Поднимите. Я вымолила его. Я его вымолила. Ведь некоторые так считают. Просто повезло. Вот у меня другой вариант. Знаете, мои хорошие, что... Ей не просто повезло. Она просто с прошлой жизни этого заслужила. И все. Она уже имеет качества, которые дают ей возможность так жить. Эти качества она получила с прошлой жизни. Она уже свои экзамены в этом направлении сдала. Конечно, уже каждого человека будут обязательно другие экзамены в жизни. Мы родились для экзаменов в этой жизни. Не для того, чтобы балдеть. Но эти экзамены вы сдали. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я вам очень благодарю. А есть такой человек, который не сразу получил это, а в результате тяжелого труда появилось вот это чувство, которое переломало отношение к лучшую сторону. Есть такой человек в зале? Давайте вот девушке. Микрофончик. Вот здесь вот посередине. Вот ручку поднимаем, держим. Да. Ну-ка, расскажите нам важные вещи. Сколько вы слушаете лекции? Добрый вечер. Я второй раз, второй день присутствую. Да, и вы сами как-то так догадались, как надо действовать. Ну, я, мне кажется, по крохам собрала, когда пришла... По крохам собрать. ...понимание безысходности по отношению к мужчинам, и даже протест в лице собственного сына увидела. И тогда как-то я поняла, что что-то нужно менять для того, чтобы... Что вы сделали? Я постаралась вспомнить всех мужчин, которых как-то я могла обидеть или еще что-то, и простить, которые были. Я им позвонила, к которым смогла прийти, пришла, а которых уже нет. Супер. Откуда вы брали силы? Ну, это было нелегко, потому что путь от разума до души, вот он был такой непростой. Где вы брали силы? Вы молились как-то, или слушали лекции духовные, или что? Откуда вы брали силы? Ну, я и молилась, и как-то не знаю. То есть что-то вы делали для этого? Да. Как-то вы получали силу, чтобы пойти вот к этим людям и просить прощения, раскаяться перед ними? Да, но это было непросто, именно вот этот сам путь от разума до души, когда умом уже давно понимают, что так не надо, а душой вот, чтобы это... Сделать. Сделать. Это очень... Непросто. Нужны силы. Да, это непросто, да. И вот это поэтому я вопросы задал, где вы брали силы, потому что многие люди теоретически понимают, сил нет. Силы берутся от душевной деятельности, от контакта со святостью, от веры. В вашем сердце есть какая-то вера, которая дала вам возможность это сделать, какая-то сила. Ну да, я как-то считаю, что у меня вот семья православная, но я не всегда люблю ходить в храм по праздникам, а иногда у меня бывает такое желание, и я просто прям посреди дня заезжаю и там по-своему поможусь. Скажите, вы замужем сейчас? Ну вот сейчас я не замужем, но мне кажется, встретила человека, который мне дорог и отражает мое представление. Вы уважаете его? Да, и я даже, вы говорите о том, что это единственный мужчина, я так и чувствую, что это единственный и последний. Он нас уважает? Да, да, да. И хорошо относится ко мне и к моему сыну, и даже как бы я внутри знаю, что он будет миллионером. И я в этом не сомневаюсь. Ну, ничего страшного, пусть не сразу, потом. А если потом не будет? Потом, если даже не будет миллионером. Я хочу думать, что у меня хватит женской энергии для того, чтобы он был счастлив и был миллионером. Нет, не хочу отказываться от этого. И все-таки хочу спросить у вас такой вопрос, раз уж вы дали мне микрофон. Будет ли он миллионером? Да нет, как из кафтана бизнес-леди можно вечером вернуться, залезть в платьишко атласное маленькой девочке? И можно ли, или вообще не нужно? Нужно тихонечко от чего-то отказать? Надо быть женщиной, дома надо быть женщиной. Это понятно. Но просто иногда бывает сложно, не хватает женской семьи. Не бывает такого, чтобы женщина была и бизнес-леди одновременно, и женщиной. Надо выбирать, да? Надо выбирать. Или она, допустим, ей нравится быть в бизнесе, но это не главное для нее. Главное семья. Да, мне... Или она главный бизнес, а семья на втором месте. И тогда она не будет женщиной. Она будет терять женские качества и в конце концов потерять семью. Ну да, я чувствую, что сложность в том, что... У меня есть семинар, называется «Предназначение человека». Пожалуйста, послушайте. Вы найдете там все ответы на ваши вопросы. Хорошо. Благодарю. И рад вас здесь видеть. Спасибо. Спасибо. Знаете, что он не сразу возьмет вас замуж. Вам еще придется потрудиться над этим. Серьезно, потрудиться. Знаю, знаю, знаю. Чувствую. Просто продолжайте в том же духе. Я думаю, что года через два он возьмет вас замуж. Но если вы будете хотеть быстрее, будете страдать и разрушить эти отношения. Это мое благословение. Спасибо. Спасибо. Так важно было услышать. Сюда приезжает мой близкий друг. Он будет проводить фестиваль йоги. Это Владимир Слепцов. Вот здесь вот есть реклама. 12, 13, 14 сентября. Организатор тот же самый. Антон. Который вот создал проект «Ярко». Благотворительный проект Бежевский. И еще я хочу сделать одно важное объявление. Где-то лет 10 назад мне попались лекции одного удивительного человека. Настоящего патриота нашей Родины. Я слушал эти лекции и плакал после того, потому что давно мечтал встретить в своей жизни такого человека. Это Владимир Георгиевич Жданов. Он читал лекции о вреде алкоголизма. Он боролся за то, чтобы наша страна сохранила свой генофонд, чтобы она выжила. К тому времени уже 40% взрослого мужского населения в трудовом возрасте от пьянства погибали. Фактически каждый год на порядка 400 тысяч человек погибали от пьянства в нашей стране. Это чуть меньше, чем население вашего города. Год города нет. Еще год города нет в нашей стране. За несколько лет погибло больше, чем Великую Отечественную войну людей. От пьянства. И мало кто это вообще понимает. И этот человек начал проект, и он вдохновил даже Медведева, тогда еще президента, и духовника Путина, с которым он глубоко познакомился, отца Тихона, на то, чтобы создать проект, который называется «Общее дело». Через некоторое время мы познакомились с ним. Как-то жизнь нас свела, и сейчас он лечился у меня, лечил свою жену, им помогло. И он приезжает ко мне на фестиваль «Благость». Об этом я тоже немножко скажу, об этом фестивале. Может быть, даже вот сейчас осенью он приедет. Это уникальная личность. Просто слушая его лекции, записывая его лекции, бесплатно скачивая, записывая, и даря просто людям, вы будете избавлять страну от алкоголизма. Когда его слушаешь, то люди бросают пить. А если жена слушает, то муж бросает пить. Такая сила у него, просто сила от Бога такая в нем есть, в этом человеке. Есть в целом проект, называется «Общее дело». Организаторы в холле, подойдите к этому. Если вы настоящие патриоты нашей страны, подойдите к нему, к этому человеку, который будет там стоять, и предложите ему свою помощь. Может быть, вы лекции будете записываться, распространять. Может быть, вы денег дадите, чтобы это все делать. Может быть, помещение для лекций во вреде алкоголизма предоставите. Или какую-то организацию, где можно бы это почитать. Подойдите и не стесняйтесь. Мы должны быть патриотами нашей страны. Мы должны быть вне. Вы видите, что сейчас нет рекламы алкогольных напитков. Уже во многих местах в стране запрещено курение. Это благодаря вот этой личности все происходит. Движемся вперед. Итак, уважение – это первая капля бесконечного счастья семейной жизни. Когда люди начинают вот так вот стараться уважать друг друга и целью отношений именно это ставят, то постепенно в их сердцах все больше и больше появляется вот этого чувства, что мне никого не надо. Настоящая верность состоит из двух аспектов. Первый аспект – это глубокое чувство глубокого счастья в отношениях, которое приходит как награда через много лет совместной жизни. Не думайте, вы там два года пожили, бац, у вас верность, сердце возникло. И вот это вот чувство – серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы – душевный разговор. Вот этот душевный разговор с близким человеком в сердце, что вы близки, что он самый лучший, у вас светлая память о нем в сердце живет – это победа. Это не просто возникает, это нужно трудиться конкретно над отношениями. Но надо понять такую вещь, что есть еще другой аспект верности, который надо знать. Этот аспект означает культура. Я вам сейчас некоторые больные вещи буду говорить, пожалуйста, вы на меня не обижайтесь. Я это делаю не для того, чтобы кого-то обличать, там флаги вешать, а просто хочу немножко образования дать, элементарного. Вы должны знать, что энергия женской красоты, она двух видов. В женщине есть два вида женской красоты. Первый вид женской красоты – это внутренняя красота, которая проявляется только тогда, когда внешняя красота скрыта или прикрыта. И есть два типа мужчин. Одни мужчины хотят наслаждаться женщиной, а другие хотят создать семью. Тех, которые хотят наслаждаться, много, а те, которые хотят создать семью, мало. И те, которые хотят наслаждаться женщиной, они ищут глазами открытое женское тело. И они едят это женское тело своими глазами. В это время у женщины тает возможность дарить счастье своим близким людям. Вот эта внешняя женская красота или красота женского тела, она очень сильно важная вещь, очень нужная вещь в этом обществе. Эта энергия держит мужа рядом и создает атмосферу счастья и теплоты в семье. И поэтому в древней культуре женщины очень сильно охраняли эту энергию, не давали ей выходить наружу. Они прикрывали свое тело и даже заплетали волосы или как-то в пучок их делали, для того, чтобы и мысли тоже женщины, они имеют такую же природу. Или они принадлежат семье, или разбазариваются везде. Энергия распущенные волосы означает интимное состояние для женщины. Это интимная энергия. Когда кто-то смотрит на распущенные волосы женщины, то он сразу же входит, вступает с ней в интимные отношения. Когда у женщины волосы связаны в пучок, она недоступна для общества, для мужчин, для женщин. Никто не может ей наслаждаться. Но когда волосы распущены, тогда ей могут наслаждаться. И женщина, когда распускает волосы дома, собирает пучок на улице, она таким образом защищает свою теплую семейную энергию от излишнего расходования. Женская красота, глубокая внутренняя, она имеет скрытую от глаз природу для тех мужчин, которые хотят секса. Поэтому естественным образом женщина, когда прикрывает свое тело, она находит себе не мужика, а мужа. Понимаете, в чем разница? Потому что некоторые женщины думают, ну что такое, знакомлюсь, и не тот, не тот, не тот, не тот. Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете, не постоянной и не те. Понимаете причину, да, девушки? Причина в открытости доступности тела. Когда женщина открывает свое тело, то она включает вот эту энергию наслаждения, которая всегда у мужчин означает только один сигнал. Секс, 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 секс. Все, больше нет сигналов. И когда у мужчины включается такой сигнал, до свидания, ответственность перед женщиной, до свидания, личная жизнь, все это не срабатывает. С другой стороны, когда женщина закрывает свое тело, то на нее меньше смотрит. Может быть, внешне кажется не очень приятно, хочется, чтобы больше смотрели. Но в этом заключается аскеза. Когда женщина так живет, веря, что если она закрывает свое тело, и это даст ей возможность встретить главного человека, то она похожа на того бойца, который бьет только два раза. Первый раз в лоб, второй по крышке гроба. Такая женщина много глазами не стреляет. Она стреляет только один раз и без промаха. И туда, куда надо. Летящей походкой Ты вышла из рая И скрылась из глаз Пелагея моя Обнаженные женщины Из рая не выходят. Они выходят из другого места. Понятной системы, нет? Нет образования, нет понимания. 50% по статистике женщин сейчас или разведены, или не замужем, или никогда не были замужем. Причина Непонимания Чего с этим вот делать со всем? То, что получила. Сейчас объясню, что делать. Вообще, женская красота Бывает только у тех женщин, которые ее ценят. Если женщина себя считает некрасивой, она для всех некрасивая. Если она считает себя красивой, она для всех красивая. Поэтому женщина должна быть красивой. Она должна искать в себе красоту и подчеркивать ее. Она должна обязательно ухаживать за лицом, за волосами, за телом. Одеваться очень красиво. Но красота должна быть недоступной, мои хорошие, недоступной. Ни для взгляда, ни для руки. Ни для чего. Красота должна быть недоступной. И на недоступную красоту обращают разумные мужчины внимание, а на доступную глупые. Понятна система? Если вы храните свою красоту, она копится. И она копится таким образом, что выстреливает десятку туда, куда надо. Есть управляемые ракеты, такое понятие. Управляемая ракета не взрывается, в чем попало сердце. Просто потому, что я красивая. Она взрывается в том сердце, в котором надо. В которое она нацелилась. Для того, чтобы из ваших глаз вылетала управляемая ракета, для этого нужно копить энергию. Женщина должна не смотреть на всех подряд, глазки строить. Она должна свою красоту хранить до нужного момента. И следующее, что я вам хочу сказать, это очень важно. Красота женская принадлежит семье, а не обществу. Поэтому женщина должна красиво одеваться дома и попроще на улице, если она уже замужем. И к такой женщине относятся с большим уважением. И такая женщина дает те энергии в общество, которые общество стабилизирует. Есть три женские энергии. Первая энергия энергия дочери, вторая энергия жены и любовницы, и третья энергия это энергия матери. деградирует. потому что мужчина всех рвет крышу. А потом вы же сами напоритесь на той бомбе, на которую строите. Потому что девушка, которая позволяет себе улыбаться всем подряд, она устанавливает правила, по которым живет ее муж. Именно девушка обладает способностью и силой устанавливать правила, по которым живет муж. Если девушка целомудрена, то мужчина различает между целомудренными женщинами и нецеломудренными. И поэтому он не покупается на женских взглядах. Потому что он видит моя жена лучше, она чище, целомудреннее, возвышеннее. Мне не нужна более примитивная девушка. Я не хочу на нее смотреть. Но если женщина ведет себя нецеломудренно рядом с мужем, она всем улыбается, строит глазки, кокетничает. Это значит, что мужчина такие стандарты поведения устанавливает, потому что каждый мужчина свою жену всегда будет самой лучшей считать. В результате неосознанно он начнет реагировать на тех женщин, которые ведут себя так же и попадают в них с ними в постель в какой-то момент. Что боролся, на то и напоролся называется. Хочешь улыбаться мужчинам, получи рога. Да? Ну, как-то странно, что я сейчас женщинам что-то рассказываю, вы будете говорить. Может, вам подумать, стоит или нет? Нормально вы думаете? Ну, хорошо, микрофончик тогда. Я как-то пытался объяснить так вот ненавязчиво супруге, что надо одежду носить близко к ведической. и со временем стал понимать, что это с моей стороны давление определенное. Да, не надо этого делать ни в коем случае. С другой стороны, вопрос возник такой, является ли одежда женщины внешним появлением моего внутреннего состояния? Конечно, сто процентов. Вы наказаны с прошлой жизни. Если вы в прошлой жизни так себя вели, как женщина, то в этой жизни вам жена показывает. Понимаете, кошку тыкают мордой. Куда? Она думает сначала, что это ошибка. Фыркает, недовольна, как бы, а потом она понимает, что туда делать не надо. Потерпите. Просто живите правильно сами. Потерпите. придет время, ваша жена обязательно, сто процентов, будет вести себя в обществе, как надо. Просто вы сейчас наказаны и отрабатываете наказание. Все. Потерпите, придет время, все будет хорошо. Нужно подождать. Молиться дальше, жить правильно. Хорошо? И все будет хорошо. По-любому, ваша жена уже сильно поменялась с того времени, как вы с ней познакомились. хотите перечислили перемену? Ну, да. Раньше она хотела встретить еще какого-то мужика, а сейчас уже не хочет. Вы согласны с этим? Не могу сказать. Я могу. жену. Значит, вы ее не видите и не знаете. Это же проблема, что вы не чувствуете свою жену. Есть такое, да? Ну, так это плохо. Надо учиться ее чувствовать. Вот об этом надо думать, а не о том, что она носит. Пытайтесь почувствовать, понять свою жену. Она сразу начнет понимать вас. Начнутся изменения, перемены в вашей жизни. Хорошо? Движемся дальше. Итак, мы сейчас разговариваем с женщинами. Мужчины не записывают, не слушают, не делают выводов. Просто благородно относятся к женщинам в это время, когда я им что-то рассказываю. Итак, женщина должна в доме быть красивой, может быть с распущенными волосами, но на улице она должна не должна вот эту энергию любовницы распространять, потому что эта энергия развращает общество и приводит его к деградации. Женщина очень важна как мать и как дочь. Женщина как дочь может вести себя в каких-то фирмах, где она работает, она ведет себя послушно, но она не рисуется, она ведет себя как дочь. женщина может допустим в тех местах, где она старшая вести себя как мать и таким образом показывать пример в обществе правильного женского поведения, ответственности женщины. Фактически женщины отвечают за весь социум, который существует у нас. Понимаете, мужчины создают социум, они работают, создают продукты всякие, создают богатство в обществе, создают власть, влияние, могущество, силу, защиту страны. Это мужчины все делают. Но жизнь в обществе, социальную жизнь создают женщины. Это женщины должны заботиться о том, как живет общество. Они должны делать замечания тем, кто ведут себя неправильно на улице. Они должны знакомиться со всеми во дворе. во дворе должна быть социальная сила. Допустим, пьяница завелся во дворе, надо всем двором решать этот вопрос. Женщины этим занимаются, не мужчины. Мужчины подключаются при необходимости, когда нужно дать флоп или сказать мягкое слово нежным, густым голосом. Понимаете, то есть мужчины подключаются при необходимости, а женщины контролируют ситуацию. Они следят, как ведут себя дети, как ведут себя старики, кто нуждается в помощи, кто голодает в доме, кто ведет себя не так, кто загулял. Женщинам Бог дал все это знание, понимаете? Вот, допустим, женщина работает в какой-то компании, фирме, и какой-то мужчина начал поглядывать на женщину, и женщина начала поглядывать на мужчину. Мужчина это увидит, нет? Женщина увидит сразу же. Они все знают, кто на кого смотрит, что происходит, все они знают, всю эту систему. И они должны сразу подходить и говорить, слушай, ты больше так туда не смотри, снег в башка попадет. У нас так нельзя в коллективе так себя вести. Все, жик-жик, разрулили ситуацию. Женщины должны этим заниматься, они должны как матери, они должны иметь силу это делать, так себя вести. вот это до сих пор в Индии сохранилось. Как бы мы ни говорили, отсталая страна, там реально вот это сохранилось. 1% развода всего статистически. 1% по отношению к 80 наших. Ну, плюс государство, там, если ты разводишься, тебе капец. Там тебе так будут, и если ты разводишься без согласия супруга, тебя могут посадить в тюрьму за это. Очень жесткий стиль в этом плане по поводу разводов. Очень жесткий стиль. Женщины ходят очень аккуратно, не показывают свое тело, ведут себя как матери, позаботятся, подскажут. Услышали меня, да? Откуда берется верность? Верность берется из культуры. Две части. Первая работа над отношениями, которая приводит к ощущению чистоты, красоты сердца близкого человека. И не хочется от него никуда уже бежать. Само собой не хочется, даже мысли такой нет. Понимаете, мне люди говорят, я служила, заботилась о близком человеке, раз он загулял, ушел. Бред полный. Если между сердцами появилась чистота, уйти невозможно. Куда уйдешь? Чего еще нужно? Ничего человеку кроме этого не нужно. Это такое чувство возвышенное, сильное, чистое, которое ни на что никогда не променяешь вообще. Куда нужно уходить от этого чувства? между мужем и женой расстояние можно потерять близкого человека спокойно. Женщина не должна жить отдельно от мужа. Для женщины муж важнее, чем ее работа, ее семья, родители. Все, что она в жизни имеет, муж важнее. Трубочку в руки. Разговаривай, разговаривай. Вы одна пришла или с мужем? Не с мужем? Где муж? А? Не могу сказать, где муж. Нету? Есть. Ага, я понял. молитесь, мои хорошие, молитесь, ждите. Ждите, это ваше испытание. Хорошо? Хорошо. Все будет хорошо. Вам нужно немножко силы, немножко силы. стремитесь к духовному общению. Вам надо искать свою духовную среду. Вы одиноко очень. Вам не хватает глубины в отношениях с людьми. Общества не хватает. Женщина не должна жить одна. Женщина не может жить одна. Вот это как раз Антон вот тут и есть. Ярко, ярко, который. Он делает вот эти вот проекты удивительные в городе. Познакомьтесь с его проектами ярко. Много интересных идей, которые дают делать город теплым и жест теплым. Женщина не может жить одна. Она должна быть в обществе. Женщина, у которых нет отношений в обществе, подружек, теплоты, глубины, она просто тает. У нее жизнь просто растворяется. Понимаете? Некоторые женщины думают, если мужа рядом нет, значит, я одна. Ничего подобного. Это состояние сознания женщин. Женщины в невежестве вообще одинокие. Женщины в страсти делают деловой вид и делают вид, что у них все классно. но они одинокие. Только те женщины, которые работают над собой, верят в Бога, находят свою веру. И в этой вере уже духовное общение возникает. И там люди становятся очень близкими и родными друг с другом. И одиночество пропадает в этой среде. Эта среда, как для рыбы вода, для женщины нужна. Для нее нужна духовная среда, где люди как соратники вместе. А сейчас рекламная пауза. Чтоб вы поняли, о чем я говорю, пожалуйста, найдите возможность когда-нибудь в своей жизни приехать в одно место и в одно время, которое я вам сейчас скажу. Это Анапа 24 сентября этого года. Будет фестиваль две недели, который называется Благость. на этом фестивале съезжается вот столько же людей, сколько сидит в этом зале. Примерно 650 человек. И эти люди все с утра и до вечера изучают как правильно жить. Учатся йоги, пранаями, цигун, танцем. Женщины поют, танцуют, учатся танцевать, петь. Вечером нравственный концерт, просто супер, красивейшие спектакли, красивейшие песни, красивейшие люди. Люди дружат друг с другом, создаются пары, отношения. Каждый заезд мы играем в ведическую свадьбу какую-то. Часто люди познакомились на прошлом фестивале, на этом уже свадьбу играют. Еще есть возможность приехать. Две недели лучших неделей в вашей жизни. Кто из вас был на фестивале Благость поднимите? Вы согласны со мной или нет? Ну дайте ему микрофончик. Что вы почувствовали на этом фестивале? только честно. Просто ваши чувства. Вот рядом с вами стоит парень. Вон, вон, вон. Ну, расскажите нам. Может, я только так чувствую один? Что вы почувствовали? От волнения микрофон сломался. мне понравилась очень атмосфера бескорыстных отношений, теплые отношения, доверительные. Когда вы были на каком фестивале? Два года назад. Это было уже в Анапе или в Кучугурах еще? На Азовском море. Кучугурах на Азовском море. Ну, рассказ. На самом деле, я немножко там болел. Ночи перед приездом я заболел. Веточки не помогали. Оказалось, что я потом пневмония там болел. Проболел две недели. Мне очень на фестивале понравились люди светлые. Люди, которые стремятся как-то изменить свое сознание, стремятся к лучшему. Очень понравилась атмосфера и как нас как кормили. Знаете, самое главное это почувствовать то, как надо жить. На этом фестивале там создается такая атмосфера, в которой люди потом уже не хотят выходить. Они за две недели так привыкают к таким отношениям такой жизни. Они потом этого всегда ищут. Они находят свою веру, свою культуру, свою среду, в которой бы они раскрывались сердцем. Потому что люди все одиноко живут в обычной жизни. Они понимают, что теплота это не вопрос просто семьи. Часто люди думают, что теплота и любовь должны только внутри семьи существовать. Нужно большую семью иметь. Большую. Понимаете, у меня сейчас работает порядка 60 человек. У нас большая семья, у нас глубочайшие теплые отношения друг с другом. Все люди стремятся к духовному. У нас создаются семьи прямо внутри этого коллектива. Уже третий брак сейчас будет, третья свадьба через неделю за молодые люди, девушки. И вот некоторые думают, невозможно найти. Вот у меня много знакомых молодых людей. У нас третий брак из 60 человек уже друг с другом. Понятно, да, система? Я говорю, третий брак только тех людей, которые находятся у нас, и мужчина, и женщина. Есть еще браки, когда находятся со стороны тоже. Но надо понять вот эту вещь, что когда очень тесная семейная атмосфера, людям легко знакомиться и жениться. Очень легко, трудностей никакой нет. Эта тесная семейная атмосфера означает благость. Очень трудно это найти на работе сейчас. Мало таких коллективов, но просто в религиозной среде, найдя свою веру, вы найдете такую атмосферу обязательно. И обязательно ищите именно свою веру. свою веру. Одна девушка ко мне подошла и говорит Олег Геннадьевич какая у меня должна быть вера? Я ей говорю ваша вера должна быть у вас. Она говорит понятно и пошла. Сразу поняла все. Не надо ничего менять. Надо свою веру оставить. Свою. Или если нет никакой ищите. Это тоже важно. Но без веры, без духовности нет счастья в жизни. Нет глубины. Понимаете к каким-то еще вещам. Они одинокие все по своей природе. Потому что они создают формальные деловые отношения, в которых нет любви. Просто в которых есть желание достигнуть своей цели. В этих отношениях люди не могут ни раскрыться глубоко, ни подружиться, ни решить свои вопросы и проблемы жизни. В этой атмосфере деловых отношений люди как одинокие волки. Понимаете у них нет невозможности иметь глубоких отношений, не дружбы. Они очень скованы. Если они выпадают из социума, с работы выгнали, им потом очень трудно найти себе работу. В благостной среде работу найти вот так вот. Когда любовь между людьми существует, работу найти вот так вот. Вот приведу вам такой пример. Допустим, если меня выгонят вообще как бы все выгонят, позорят как лектор из клиники выгонят все я стану таким ненужным человеком в обществе. Кто меня возьмет на работу к себе? Поднимите руку. Смотрите здесь десять вариантов как минимум. Одном только ижевский. Видите, все нормально. Без работы не останусь. вы поняли услышали меня? Нет? Теплые отношения дают возможность человеку в жизни. Возможности делать человеку в жизни. Сейчас я вам это докажу. Кто из вас работодатель ищет какого-то человека? Ну ищет какого-то человека. Вот кого вы ищите? по Яндекс Директу управлению Яндексом, да? Или как? Это что значит Директ? Реклама в Яндексе. Кто из вас специалист по рекламе в Яндексе не имеет работы? Поднимите руку. Ну это прям вы задачу такую невыполнимую поставили. Хорошо. У школы женского счастья много задач. Еще какая специальность нужна попроще? Не космическая какая-то. Помощник воспитателя. Кто из вас может быть помощником воспитателя? Поднимите руку. И не имеет работ? Раз два. Вставайте. Вы вставайте. Вы вставайте. Кто сказал помощника воспитателя? Раз. Девушка поднимайте руку. Вторая. Вы поднимайте руку. Поднимайте. Вот вторая. А вот третья. А вы ее запомнили? Она в таком желтеньком платье. Все подходите к ней. А? Ишсадик. РФ. Все. Будет помощник воспитателя железного. стопроцентов. Поняли, да? О чем я говорю? Просто потому, что мы здесь вот собрались, слушая о важных возвышенных вещах, возникла атмосфера доверия. Потому что просто потому, что человек пришел на эту лекцию, это уже его гарантия, что он хороший. Потому что все плохие уже давно вышли. Меня слушать не все могут три часа. Только хорошие люди. Потому голос занудный. Один человек мне говорил, начал слушать голос занудный. Думаю, ну как это можно слушать? Три часа только хорошие люди выдерживают. Сто процентов. если он меня слушать не может, значит он видит правду во мне. А все остальные люди возвышенные, видят только хорошее, поэтому сидят и слушают. Все, движемся вперед. Да? Ну? Так, Трудные моменты совместной жизни. Если муж впадает в агрессию, я смотрю на него и вижу образ такого терминатора. Терминатор. Да, но внутри такое горячее сердце. Горячее сердце терминатора. То есть я говорю, я тебе как бы мысленно я тебе не верю внешнему твоему поведению, а вижу какой-то на самом деле. Какой-то сильный, какой-то любящий, какой-то ну вот этот горячий. Молодец, супер. Я хочу поделиться с этим. Но тем не менее и жизнь действительно меняется к лучшему с каждым годом. Но тем не менее у меня много внутренних противоречий, недопониманий. Хотела бы спросить разъяснение. вы говорили о том, что быть покорной мужу это служение, да? Я стараюсь быть покорной мужу. Вот это служение, это и служение. У меня как бы но если муж просит такие моменты, ну какие-то, да, которые супер, супер, сейчас вообще молодец, молодец, приходят в противоречие с правилами, с совестью, моралью, то в чем заключается служение мужу? Отказ? Конечно. Если вы верны ему, по-настоящему верны, то вы точно знаете, что ему сказать в этот момент надо, нет мой дорогой, этого у тебя не получится. Сто процентов. Верная женщина, понимаете, сейчас я вам объясню. Вот смотрите, есть униженный человек, а есть достойный. И есть сложное достоинство, естественное достоинство. Когда люди делают достойный вид друг перед другом, там говорят разные фразы, да ты в ногах у меня не сидел, да я такая, сейчас найду себе 50 таких как ты. Это ложное достоинство. Это означает просто чувство превосходства над близким человеком, ложное достоинство. Достоинство это хорошо, но истинное. Теперь, если вы искренне настроены быть верной по отношению к мужу, если вы искренне настроены ему служить, у вас начинает сердце расти истинное женское достоинство. Это означает, что вы как верная жена, когда его заносит, вы подходите к нему и говорите, этого, мой дорогой, никогда не будет в нашей семье. и это не означает, что вы его оскорбляете. Это означает, что вы на это имеете право на такое поведение. Женщина это небезропотное существо, которое должно всегда кивать головкой. Как некоторые думают по моим лекциям, ничего подобного. Это просто часть служения близкому человеку. А вторая часть называется воспитание. Воспитание это более глубокие отношения любви. Когда любовь начинает со служения близкому человеку, тогда человек имеет право его воспитывать, потому что от него исходит благодарность. Благодарность это такая сила, которая заставляет слушать слова, которые говорит близкий человек. Когда нет благодарности, ушки закрыты. Если мы служим близкому человеку, у него открываются ушки слышать наши слова, и он не может не слышать. Его судьба и сердце заставит слышать. Поэтому первая стадия любви это служение, а вторая воспитание. И строгость в отношениях это высшее проявление любви. Современное общество не знает об этом, оно не понимает, что строгость близкого человека это еще более высокая любовь, чем просто по головке гладить. И для этого больше сил любви надо, чтобы быть строгим по-настоящему с близким человеком, не злым, не хамливым, а строгим с любовью. С любовью в сердце спокойно, уверенно. Спокойно, уверенно говорить правду. Супер. Это означает большая сила в отношениях. Это значит, что вы уже достигли верности. Одна девушка ко мне говорит, Олег Геннадьевич, мы слушаем лекции вместе с мужем вашим. И он как бы наглеет в отношениях. Я решила от него отстраниться, поехала к маме, пожила две недели. И потом как бы он мне звонит и говорит, Олег Геннадьевич, слушай, отстранись еще, пожалуйста, на две недели, я так отдыхаю. Это значит, что она ему никогда не служила. Она сама же наглела в отношениях и сама же отстранилась еще. Так ему хорошо, слава Богу, поехала, можно хоть отдохнуть немного. Когда человек служит близкому человеку и он уезжает, тогда возникает чувство разлуки и желание исправиться. Причем оно имеет три стадии. Первая стадия гнев, ну и уматывай, ты мне сто лет не нужна, вторая стадия подлизывания, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, ну возвращайся, нормально. И если человек выдержал эти две стадии, по-настоящему благородное чувство близкому человеку, искреннее чувство, то тогда потом третья стадия наступает, искренность. Что с тобой стряслось вдруг опять, быть может я в чем виноват, нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Искренность возникает, понимаете? Но когда человек домолчал до нужной точки, она проявляется. Близкие люди не склонны быть искренними. Сначала гнев, потом подлизывание, потом искренность. То есть если реакция на это достойно нет, сначала гнев, выдерживаем потом подлизывание. Очень хороший вопрос. Можно еще сто процентов. Еще вопрос в то же время, когда я начала так по-другому относиться к мужу, и у него стало лучше, как вы говорили, пришла удача складываться. Удача в жизни не пошла. Это так редко слышать, что женщина дала удачу в жизни мужу. Что вы сделали такого, что у него удача пошла? Ну-ка расскажите нам. Это в женщине есть. Ну-ка давайте открывать секрет. Просто верю. Верю, что у него все получится. вот смотрите женщины, если у мужа что-то не получается, у вас вера есть, что у него получится или нет? Нет? У кого есть? А как это получилось, что есть? Сейчас я вам объясню. Смотрите, у мужа не получается, женщина сомневается первой в этом. Она чувствует, не получается. Он еще думает, что получается, она уже знает, нифига не получается. Она первая это чувствует. А вот теперь начинается война за свою семью, которую женщина должна победить. То же самое происходит, когда муж на фронте. Слушайте меня внимательно. Женщина садится перед святостью, начинает думать о святости и молится. И постепенно в результате этой молитвы чувство, что не получается, тает. А чувство, что получится, усиливается. Чувство, что получится, это не самовнушение. Это ваше вложение в его жизнь. У женщины есть сила, способность менять судьбу своего мужа. Веды говорят, что если женщина верно верит, что у мужа все будет хорошо, пуля не может коснуться его. То есть прицел на мушку мужа с одной стороны, а с другой стороны молитва женщины, вот что такое война. Кто побеждает или женщина в своей вере, что он вернется, которая направлена на святость, или мушка, или желание убить противника. Услышали меня или нет? Точно так же и когда муж не может устроиться на работу или у него крах в его деятельности, женщина садится, начинает свою молитву и там все препятствия рассеиваются. Но если вы сейчас мужчины скажете своей жене иди молись, у меня ничего не получается, ничего не получится тогда. Это ее собственное желание. Бескорыстное собственное желание. Но если у вас мужчин ничего не получается, не надо на жену надеяться. Нужно самим двигаться вперед. Вперед. Пробивать препятствия судьбы своей силой сначала душевной. Есть два действия. Первое действие называется преддействием. Я вам расскажу одну беседу с одним выдающимся боксером, который никогда не проигрывал ни одну схватку. Меня на Украине познакомил его друг с ним. Я не буду говорить его имя. Это известная личность. И он рассказывал, что у меня был такой опыт знакомства с астрологом, который мне предсказал в Америке такой бой, которым я должен обязательно проиграть по своей судьбе. и я не поверил этому астрологу, но потом, приближаясь к этому бою, я начинал чувствовать, что это правда. И он, хоть он не верующий человек, он мне рассказывал дальше, как складывалась его жизнь. Он выходил на линк, на тренировку, каждый день представлял этого человека, с которым он должен был вести бой и сражался с ним, каждый день пытаясь его победить. И каждый день он чувствовал поражение. И потом, каждый день он выходил и опять сражался, пытаясь его победить. И так, каждый день полгода. Целых полгода он пытался победить. Его судьба роняла и он вставал. Его судьба роняла и он вставал. И знаете, что в конечном счете произошло? Буквально за несколько дедель до поединка он победил в своем сердце. И потом он начал побеждать сильнее, 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 сильнее. И когда он вышел уже на ринг, то первое, что произошло, он начал очень быстро проигрывать эту схватку. А второе, что произошло, он нокаутировал противника в секунду, без всякого сомнения, что он победит. Судьба побеждается в преддействии. Бог всегда человеку дает в сердце ощущение, что ничего не получится. Это ощущение является ничем иным, как объемом работы просто и все. И дальше человек в молитве начинает побеждать этот объем работы. И когда у него в сердце появляется ощущение, что получится, тогда дальше надо действовать. Преддействие должно быть раньше, чем действие. Поэтому Александр Македонский перед каждой битвой всю ночь молился, а не спал. И когда он в молитве побеждал, он был отдохнувшим и сильным перед битвой. Потому что победа важнее, чем сон. Понятно, да? Важнее, чем сон. Также женщина побеждает судьбу своего мужа с помощью молитвы. И вот это чувство, что ничего не получится, которое гложет, мучает сердце, оно постепенно уходит. Это по поводу второго вопроса. А что касается первого вопроса, то именно женщина видит в своем муже монстра больше, чем все остальные. Именно женщина видит в нем негодяя, монстра, агрессора, подонка, ничтожного человека, тряпку, слабохарактерного и так далее. Много-много чего она в нем видит в какие-то моменты жизни. Почему? Как вы думаете, женщина? Потому что Бог ей показывает объем работы. Это не значит, что мужчина вот такой тряпка, слабохарактерный и все прочее. Это значит, что у ней есть возможность потрудиться над своей судьбой. Он ей показывает такую возможность. Хочешь хорошего мужа? Трудись. Не хочешь? Поверь в то, что ты увидела. И до свидания, тогда будет хороший муж. Но не для всех. А только для тебя. А хороший твой мужик достанется другой, которая на него смотрит по-другому. И ты потом будешь кусать то, что очень трудно достать зубами. Понятно? Точно так же, как мужчине очень трудно в жизни достичь высокого положения в обществе, точно так же женщине в жизни очень трудно найти хорошего мужа. И если хоть какой-то попался, более-менее, значит повезло. И надо держаться за это изо всех сил. И дальше его растить. Потому что мужчина, это точно так же, как семечко баньянового дерева. Вот женщина какая была, такая осталась. А мужчина, как семечко баньянового дерева. Зацепилась, семечко нашла, посадила. Вырастет лес. Огромные деревья баньяновые. И у них еще корни. И из корней выходят новые деревья. Получает целый лес. Лес, понимаете? Получается целый лес. Огромная семья. Куча детей. И все исходит из того, что нашла одного задрипанного мужичка. Которого потом вырастила, вырастила, уходила его. Как вы думаете, почему есть категория женщин, которые могут встречать только женатых мужчин? Вот почему вот не встречают неженатых. Только женатых. Поднимите руку, кто только женатых встречает. Ну вот, хорошо, спасибо. Микрофончик ей в руки. Мы не будем сильно разговаривать. Я не буду вас как бы мучить. Я вам сейчас кое-что расскажу. А вы скажете свое впечатление. Моих слов. Вот там дальше, 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 дальше. Симпатичная девушка. Вот, красненьком. Давайте ей. Все, она смелая. Молодец. А неженатые мужчины-то посмотрите на них. Они не обтесанные. Ободранные, мятые, зачуханные, неженатые мужчины. Николани двора. А женатые? Ухоженные. Красивые. С чувством собственного достоинства. Благородные. Сильные. С нормальным поведением. Неженатый мужчина не знает, как к женщине подойти вообще. Что с ней, как есть, что сказать. Большинство. Или вообще ловеласы такие. И только секс нужен, потом пошла вон. Это вообще уже трудни, которых из ульи выгоняют. Но женатый мужчина, это какой мужчина? Ответственный, сильный, опытный в отношениях женщины. Он знает, как себя вести. И так далее. Но. Ну-ка поднимайте ручку, ручку, ручку. С кем мы разговариваем? Но. Но. Есть одно но. Знаете, какое? Женщина, которая ценит себя. Она. На облагороженных мужчин, другими женщинами, внимания не обращает. Ей нужен только дикий мустанг. Все. Только дикий мустанг. Нехорошие коняшки, с которыми приятно покататься, но чужие, чужие. А седлые уже, но чужие. Приятные, можно кататься, классно все, но чужие. А дикий мустанг, которого вы должны оседлать. Усталость забыта, колышется чат. И снова копыта, как сердце стучат. Тык-тык-тык-тык-тык. И нет нам покоя. Понятно, да, система? Теперь ваш ответ. Понятно. Спасибо вам большое. Извините, можно вопрос вам, конечно. Я не знаю, у нас что со временем-то как? У нас еще есть время? Уже нет времени, все, времени-то нет. Итак, мы будем завтра двигаться дальше. Мы поговорим о видах любви. Как победить неправильное представление о совместном счастье. Если дома горит, уходите. Если еще время есть чуть-чуть, лучше пожелаем всем счастья. Если срочно надо идти, идите. В записке мы отвечаем завтра. Кто хочет со мной поговорить, задать свой вопрос, в 6 часов вечера приходите, задавайте при всех, и я буду отвечать. Называется ответ на вопросы, полчаса 6 до полседьмого. Ну давайте, все, кому надо выйти, выходите. У нас сейчас будет сейчас важное мероприятие. Это что? Записки завтра, да, завтра поставить. Нет никаких вопросов. Завтра спросите. У меня все-таки есть вопрос? Нет, нет, все. Сейчас у нас пожелание всем счастья. Время уже нет, для лекции не осталось. Время такая вещь, что как бы... Есть такой анекдот на эту тему. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Ку, а что так ма? Ку. Время кончилось. Все сели прямо. Остались самые стойкие, готовые молиться. У нас сейчас необычная атмосфера, среда создалась. Надо вспомнить что-то святое. В каждой вере свое. Мусульман, допустим, это священное писание, святое имя Бога. Это суры священные, надо вспоминать. У христиан это икона, святое место, останки святого человека, святая вода, лигу Господа, молитва. Каждое ощущение святости свое в жизни. Кто-то просто священную память имеет о родственнике, который жил в возвышенной жизни. Такое тоже может быть. Я вот такое встретил на лекции, когда был в Омске. Один мужчина сказал мне, у меня отец, монах, у него свой приход, у него высокий сан. Я могу его вспоминать и кланяться ему, как к святому человеку? Я говорю, так это вообще просто, это просто подарок, просто подарок от судьбы. Мы вспоминаем эту чистоту от святости, вспоминаем ее. И эту память отдаем людям. Повторяю, я желаю всем счастья. Под словом счастье означает вот эту память о святом. Потому что другого счастья в этом мире нет. Энергия счастья идет от Бога. А святость это накопитель, накопительство Бога. Это то, что накапливает Бога. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо Вам большое. Я желаю Вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в Вашей жизни. Я очень благодарен Вам за то, что Вы были со мной все это время. Спасибо Вам большое. Всего Вам доброго. И Вам тоже сверху. Спасибо. Приходите, пожалуйста, завтра. Я Вас буду ждать. Вот здесь есть девушка с мамой приходит на лекции. Они приехали ко мне лечиться в этом году. И у них уже почти полгода нет лекции. Приезжайте. ПОНЕЦ 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 П